В Ульяновской области состоялось заседание коллегии Министерства природы и цикличной экономики региона. Участники обсудили итоги работы ведомства за 2021 год и планы на будущий период. В работе коллегии приняли участие депутаты законодательного собрания, представители общественной палаты, экологической палаты, правительства Ульяновской области. 2021 год для Министерства природы и цикличной экономики стал основным фундаментом для реализации основных ключевых проектов в 2022 году. В рамках реализации национального проекта «Экология» Ульяновская область вошла в новый федеральный проект «Чистая страна». По федеральному проекту в 2021 году в Министерстве разработали и согласовали проектно-сметную документацию по рекультивации полигона «Красный яр». Объем привлеченных федеральных средств на рекультивацию свалки составил более 450 миллионов рублей. Также Министерством разработана проектно-сметная документация по расчистке русел рек. Речь о реке Свияги, Юрманском заливе, реке Волга. Ключевой показатель этой работы – это, естественно, исключить розлив Свияги в паводковый период. А мы знаем, что территория Ворыпаевки многие десятки лет была подвержена розливу в паводковый период. Кроме того, на Юрманский залив с федерального центра на сами работы в 2022 году будет предоставлено субъекту 98 миллионов рублей на расчистку Юрманского залива. Директор департамента лесного хозяйства Петр Мико рассказал об успешной реализации проекта по сохранению лесов. В 2021 году Министерством закуплена вся необходимая техника для тушения и предупреждения лесных пожаров. В период до 2024 года определены основные направления стратегического развития России, одним из которых является проект по сохранению российских лесов. О сохранении и использовании природных объектов и ресурсов региона, а также о результатах проведенных контрольно-надзорных мероприятий в этой сфере проинформировал исполняющий обязанности директора департамента природопользования, лесоразведения и цикличной экономики Ульяновской области Роман Кирпичников. Хочется отметить, что также были привлечены к административной ответственности лица, количество 44 лиц, которым административное наказание было наложено в виде предупреждений. Тем самым, Министерство принимает административный подход, а также имеет профилактическую меру воздействия. На заседании также обсудили ключевые комплексные данные, которые отражают основные достижения в работе, направленные на развитие отрасли природопользования и экологии Ульяновской области. Валентина Никонова, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.